Друзья, CryptoCommons приветствует вас и в сегодняшнем выпуске Ньюсблок Крипто. NASDAQ готовят предложить услуги по хранению крипты, несмотря на регуляторное бремя. XapoBank в сотрудничестве с Circle интегрирует платежные системы USDC. Акции Deutsche Bank упали на 10%. Является ли это событие следующей фигуркой домино? ФРС печатает 400 миллиардов долларов. Цены биткоина и эфира готовы к ралли. По словам технического директора тизера, эмитента USDT, стейблкоин имеет избыточные резервы на 1,7 миллиарда долларов. Станет ли Binance US следующей криптобиржей, получившей WellsNotes от SEC? Конгрессмен-республиканец Том Эммер представил законопроект о защите разработчиков блокчейна. И завершит наш выпуск аналитика по рынку от Джорджа Танго и Кевина Свенсона. Оставайтесь с нами. Биржевой оператор NASDAQ в эту пятницу сообщил, что собирается запустить свой сервис по услугам депозитарного хранения криптовалюты до конца второго квартала. NASDAQ стремится предложить услуги по хранению цифровых активов к концу июня, заполняя пробел, оставленный банкротствами в криптосекторе, такими как FTX. 24 марта агентство Bloomberg сообщило, что NASDAQ получил заявку на регистрацию трастовой компании с ограниченной ответственностью в Департамент финансовых услуг Нью-Йорка. Тем самым планируют присоединиться к компаниям, предлагающим услуги по хранению криптовалюты, таким как Bank of New York Mellon, Fidelity, Digital Assets, Citadel Securities и Virtu Financial. Тем временем уже предпринимаются усилия, направленные на токенизацию традиционных активов, таких как облигации, в надежде сделать торговлю и обработку активов более эффективной с помощью криптотехнологий. Биткоинбэк Энтони Помплиано сказал, что запуск стадиального хранения криптовалюты NASDAQ произошел в то время, когда банки не хотят поддерживать ни биткоин, ни криптокомпании. Промышленность этот шаг приветствует. В то время, как банкам угрожают за поддержку биткоина и криптокомпаний, NASDAQ только что объявила, что депозитарное хранение биткоина будет готово во втором квартале этого года. Нельзя остановить идею, время которой пришло. А на минуточку, NASDAQ – одна из самых крупных бирж в мире, с капитализацией более 25 триллионов долларов и имеющая свой собственный индекс. Ксапо Банк запускает платежную систему в USDC в сотрудничестве с Circle. Являясь депозитарным хранителем биткоинов и лицензированным частным банком, Ксапо объявил о партнерстве с финтехкомпанией Circle для интеграции платежной системы USDC. Ксапо стал первым лицензированным банком в мире, открывшим дорогу к его имеющемуся онлайн-обмену USDC. Ожидается, что новая функция позволит участникам обходить дорогостоящие и трудоемкие свифт-платежи и вместо этого вносить и снимать средства через стейблкоин. При этом за услугу банк комиссию взимать не будет. Ксапо сообщил, что позволит класть депозиты и снимать средства в USDC. Согласно официальному пресс-релизу, Ксапо будет предлагать конверсию USDC один к одному к доллару. И поскольку все депозиты в стейблкоине автоматически будут конвертироваться в доллары США, вкладчики банка смогут получать выгоду от годовой процентной ставки в размере 4,1%. Симус Рокко, генеральный директор Ксапо Бэнк, назвал интеграцию платежной системы USDC переломным моментом в финансовой истории. Топ-менеджер добавил, автоматическая конвертация депозитов и снятие средств в доллары США в Ксапо Бэнк дает криптопользователям безопасное убежище для их сбережений. А работая 24 на 7 и без выходных, мы избавляем вас от беспокойства о хранении ваших денег на биржах и хлопот, связанных с дорогостоящими переводами в традиционные банки. В заявлении говорится, что Ксапо является полностью лицензированным и регулируемым банком, а также участником гибралтарской схемы гарантирования депозитов GDGS, которая защищает депозиты вкладчиков в доллар до 100 тысяч долларов. Банк также пояснил, что он не участвует в стейкинге каких-либо депозитов в криптовалюте и не имеет никакого отношения к рынкам криптовалют, поскольку все депозиты автоматически конвертируются в доллары США, хранящиеся в банке. Эта новость появилась через несколько недель после возникших проблем у USDC, когда курс стейблкоина ненадолго отвязался от американского доллара из-за краха Silicon Valley Bank SVB. После того, как стало известно, что имитент стейблкоина хранил в банке резервы на сумму 3,3 миллиарда долларов. Станет ли Deutsche Bank следующей упавшей костяшкой домино? Эффект домино, вызванный крахом банка Silicon Valley, коснулся немецкого многонационального инвестиционного банка Deutsche. Цена Deutsche Bank AG упала примерно на 10% в ходе пятничной торговой сессии. Стоимость акций Deutsche Bank упали на 20% в марте, снижаясь третий день подряд, потеряв примерно пятую часть своей стоимости за один месяц. Страхи по дальнейшему распространению банковского кризиса усилились на фоне кризиса швейцарского банка Credit Suisse и экстренные сделки по его спасению путем поглощения UBS. Согласно имеющимся данным, UBS группы AG и швейцарские власти готовы заключить сделку и сохранить клиентов и сотрудников. Цена акций UBS также упала на 6% в эту пятницу, когда стало известно о поглощении Credit Suisse. Но, несмотря на это, рынок цифровых активов, похоже, удерживает свои позиции, поскольку даже на фоне растущих опасений образовались зеленые индексы. Совокупная рыночная капитализация выросла более чем на 1% за прошедшие сутки и составила 1,17 триллиона долларов. Цены биткоина и эфира приготовились к росту, поскольку баланс Федеральной резервной системы США за две недели увеличился до 400 миллиардов долларов. Баланс ФРС США на этой неделе вырос почти на 100 миллиардов долларов, в результате чего общая сумма достигла 400 миллиардов долларов. Центробанк продолжает печатать больше денег для спасения банков, испытывающих нехватку наличных средств после краха Silvergate, Silicon Valley Bank и Signature Bank. В результате цены на биткоин и эфир взлетели еще выше, а криптоиндекс страха и жадности вырос до 61. На этой неделе банки США заняли у Федеральной резервной системы США в общей сложности 163,9 миллиарда долларов против 164,8 миллиарда долларов на прошлой неделе. Ставки по займам банков выросли после того, как ФРС повысила базовую ставку еще на 25 базисных пунктов до уровня 4,75 – 5%. А министр финансов Джанет Йеллен заявила, что не все банковские депозиты будут застрахованы. Генеральный директор Тесла Илон Маск, миллиардер Биллан Акман, бывший технический директор Coinbase Беладжи Шриневасон и генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд раскритиковали повышение ставок Федеральной резервной системы США на фоне банковского кризиса. Между тем, за последние 24 часа цена биткоина выросла более чем на 2%. А минимум и максимум цены за этот же период составили 27 359 и 28 729 долларов соответственно. В то время как цена биткоина выросла, объем торгов за последние 24 часа снизился. Тем временем, цена эфира также демонстрирует рост. На момент подготовки этого выпуска цена торгуется на уровне 1700 долларов, с 24-часовым максимумом в 1853 доллара. Цена эфира подвергнется значительной волатильности из-за высоких комиссий за газ, а также апгрейда Шанхай, запланированного на 12 апреля. По словам технического директора, эмитент USDT Teaser имеет избыточные резервы на сумму до 1,7 миллиарда долларов. Криптофирма Teaser, эмитент стейблкоина Teaser USDT, рассчитывает получить прибыль в размере 700 миллионов долларов в первом квартале 2023 года, что соответствует прибыли последнего квартала 2022. У меня пока нет окончательных цифр, но прибыль в этом квартале, вероятно, будет соответствовать последнему кварталу 2022 года. Сказал Ардаина, добавив, что в четвертом квартале 2022 тизер получила прибыли в размере 700 миллионов долларов. Он добавил, что у тизера также есть кубышка на 950 миллионов долларов по состоянию на 31 декабря 2022, отметив следующее. Таким образом, это значит, что капитал нашей компании вырастет до 1,5 миллиарда долларов, или до 1,7 миллиарда долларов, которые будут сверху резервов, обеспечивающие наши активы на 100%. Топ-менеджер продолжил, сказав, что USDT становится самым безопасным активом в мире, потому что компания отличается от банков, основанных на модели частичного резервирования. Он прямо упомянул о продолжающемся кризисе в банковской системе Соединенных Штатов, когда такие банки, как Silicon Valley Bank, рушатся из-за проблем с моделью частичного резервирования. Ардаина также упомянул, что является поклонником основной криптовалюты биткоина, который является хеджем Тизер, заявив, «Я люблю биткоин, и он является нашим хеджем, и именно поэтому мы в биткоине, потому что мы не доверяем этим ребятам, которые так сильно рисковали депозитами своих клиентов». Как упоминалось ранее, Тизер в прошлом году резко сократил количество коммерческих бумаг в своем портфеле, в конечном итоге уменьшив их до нуля к концу 2022-го. И в дополнение к этому Тизер замещал эти инвестиции на облигации США. Binance.US, возможно, станет следующей биржей, которая получит уведомление «Wells Notices». Помощник суда в иске XRP считает, что война сяк против криптоиндустрии после инцидента с Coinbase может подойти к концу. Глобальная индустрия цифровых активов постоянно находится в центре внимания комиссии по ценным бумагам и биржам США. Комиссия во главе с Гэри Генслером в четверг выпустила предупреждение для криптобиржи Coinbase в форме «Wells Notices». После этого события адвокат держателя XRP в судебном процессе SEC США против Ripple считает, что предупреждение может быть получено еще большим количеством бирж. Адвокат Джон Дитон, помощник суда в процессе XRP, считает, что война сяк США против криптоиндустрии после инцидента с Coinbase может подойти к концу. Он утверждает, что комиссия позволяет действующим инкумбентам получить большую часть отрасли, постоянно выдвигая возражения. Адвокат держателя XRP Кейтлин Лонг, основатель и генеральный директор Custodia Bank, заявил, что другие фирмы также получили «Wells Notices» наряду с Coinbase. При этом он сомневается, что крупнейшая криптобиржа США была единственной, кто получил это предупреждение. Он добавил, что криптовалютные биржи, такие как Kraken, Binance US, Binance и другие, также получили «Wells Notices», а если нет, то они скоро его получат. При этом он подчеркнул, что у SEC США нет ресурсов, чтобы бороться со всеми. План комиссии заключается в том, чтобы сокрушить рынок и обеспечить инкумбентам к нему доступ. Как сообщается, цена акций Coinbase Global Inc. упала на 13% после того, как комиссия по ценным бумагам и биржам США направила ей предупреждение. Тем не менее, руководители Coinbase объединили усилия, чтобы взять борьбу с нормативным правоприменением комиссии на себя. Том Эмер представляет законопроект о защите разработчиков блокчейна. После того, как законопроект Байдена об инфраструктуре взмутил воды вокруг криптовалютных брокеров, новый законопроект конгрессмена направлен на то, чтобы эту ситуацию исправить. Конгрессмен-республиканец Том Эмер представил еще более криптоориентированный законопроект. И на этот раз для того, чтобы помочь разработчикам блокчейн от необоснованных требований к финансовой отчетности. Новый законопроект может помочь исправить спорные формулировки в законопроекте администрации Байдена об инфраструктуре, выпущенной в конце 2021 года, который теоретически может обозначить ряд участников блокчейна и сети как брокеров цифровых активов. Свежий воздух для криптоотчетности Опубликованный в Твиттер в четверг законопроект Эмера направлен на представление безопасной гавани разработчикам и поставщикам услуг блокчейн, которые не контролируют напрямую закрытые ключи для доступа к активам пользователей. В законе о регуляторной определенности блокчейна говорится, что такие стороны не должны рассматриваться как лица, осуществляющие денежные переводы или финансовые учреждения, а также не должны попадать под требования регистрации и лицензирования, если только они непосредственно не связаны с хранением криптоактивов. «Если вы не храните пользовательские средства, то вы не являетесь отправителем денег», — заявил Эмер. Закон о регуляторной определенности блокчейна обеспечивает необходимую уверенность для майнеров, валидаторов и поставщиков программного обеспечения для кошельков и всей экосистемы блокчейна. В ноябре 2021-го законопроект Байдена об инфраструктуре включал статью, устанавливающую требования к предоставлению информации для брокеров — цифровых активов. Критики законопроекта оспаривали, что термин «брокер» был достаточно широким, чтобы теоретически применяться к майнерам, стейкерам и даже разработчикам, для которых выполнение таких требований было бы невозможным. Консорциум политиков, поддерживающих криптовалюту, попытался пересмотреть формулировку законопроекта до его принятия, но безрезультатно. Таким образом, сторонники нового законопроекта Эмера считают, что он внесет некоторую ясность, необходимую для предотвращения бегства криптоиндустрии за границу. «Слишком долго федеральные регуляторы и политики загоняли экосистему блокчейна в установленные законом определения, которые просто не имеют смысла», — заявил Эмер. Что ж, на первый взгляд отличная инициатива. И особенно хорошо, что на ринге появляются тяжеловесы, отстаивающие сторону и криптоиндустрии, а не только ее противники. Криптоаналитик Джордж Танг считает, что цель для биткоинов 40 тысяч уже в ближайшее время достижима. И почему он так считает, он рассказывает в коротком видео продолжительностью в полторы минуты. Давайте посмотрим. Итак, почему я считаю, что биткоин в ближайшее время достигнет 40 тысяч? Что ж, мы, прежде всего, скоро оставим позади отметку в 28 тысяч. Мы можем снова вернуться на ретест, но мы ее преодолеем. И когда это сделаем, сразу за углом нас будет ждать 30 тысяч. Но это на самом деле только начало, потому что существует множество фрактальных паттернов и ончейн метрик, и технических индикаторов. И все они очень побычи сигнализируют по рынку. Возьмем для начала коэффициент золотого сечения, который показывает, что происходит, когда происходит это золотое пересечение. И если мы с вами посмотрим на все предыдущие случаи, когда это происходило, и возьмем среднее, насколько после этого прирастал биткоин. Что ж, первая остановка около 37 тысяч. Что? Не так уж и далеко от 30 тысяч. Мы достигаем 30, а там остается еще 7. Это ничто. 20%. Но есть еще множество, что показывает и говорит об аналогичном. К примеру, вот еще один. На самом деле это долгосрочный график, который показывает, что да, мы не только отошли от дна, но мы только что пересекли и данную трендовую линию. И каждый раз, когда это происходит, биткоин уходит в очень и очень большой забег. И первой остановкой может быть 40 тысяч. 50 тысяч мы можем спуститься обратно, после чего опять продолжим движение вперед. Далее Кевин Свенсон ищет причины того, что на фоне негативных новостей мы увидели памп цены биткоина. Довольно логичное и стройное объяснение длительностью одну минуту. Давайте послушаем. И мне стало интересно, почему все эти негативные новости приводят к пампу цены биткоина. И ответом может быть то, что, возможно, люди просто покупают криптовалюту из-за этих новостей и выводят ее из бирж. Может быть. Люди просто пытаются забрать свои средства с бирж, но в первую очередь пытаясь купить как можно криптовалюты. А затем забирая эту криптовалюту из биржи. И этому есть доказательства. Доказательства третьего крупнейшего вывода криптовалюты из бирж за этот год. Которая образовалась совсем недавно. Так что в последнее время криптовалюта покидает биржи. И это может быть результатом того, что я только что сказал. Люди боятся бирж и то, что с ними может сделать сек. Вынудит ли сек биржи свернуть свои операции? Кто знает, что они сделают? Людям об этом не говорят. Некоторые части Coinbase были закрыты. Хоть и не вся биржа. Вот в таком духе. Так что вполне возможно, что люди покупают биткоин и в страхе бегут прочь с бирж. Таким образом, это может быть причиной того, что на фоне негативных новостей у нас образовался памп. И на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Надеемся, он вам понравился, а информация вам была полезна. Желаем вам отличных выходных и до встречи в следующем выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok